Маленькие вандалы Вышли на новый уровень. Мэры Благовещенска и Южно-Сахалинска подписали соглашение о сотрудничестве. Не ваша остановка. Городские автохамы стали чаще нарушать ПДД. Рулевые игнорируют запрещающие знаки. Дышите, не дышите. Заслуженные российские артисты дали мастер-класс юным благовещенским карамелькам. Газификация поселка Аэропорт, социальная карта жителей Амурской области, авиадоступность Дальнего Востока. Несколько важных тем обсудили за последние сутки на полях Восточного экономического форума 2022. Расскажем о главном. Губернатор Преамурия, председатель правления Газпром подписали соглашение о газификации поселка Аэропорт. За счет инвестиций компании планируется строительство газопровода длиной в 14 километров. От распределительной станции Благовещенск до аэропорта и 21 километр сетей внутри поселка. Это позволит перевести на голубое топливо две котельные и несколько сотен домов. Социальную карту жители Амурской области внедрят к концу года. Это будет не только средство оплаты. В систему войдет большое количество сервисов. На форуме власти региона обсудили со многими кредитными организациями их участие в этом проекте. Подключиться к системе смогут несколько банков. Проект будут внедрять поэтапно, запуская в работу системы отдельными модулями. Состоялась сессия авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности. Поучаствовал депутат Госдумы Вячеслав Логинов. Он отметил, от расширения субсидированных полетных программ и привлечения новых компаний выигрывают все участники процесса. В качестве примера парламентарий привел опыт Амурской области. В рамках госпрограммы нашего региона предоставляется субсидия за счет средств областного бюджета. В 2020 году субсидировался один маршрут, в 2021-м – три. Средняя стоимость перелета для пассажиров составила 3224 рубля. Кристина Слепцова, программа «Город». Благовещенск и Южный Сахалинск станут обмениваться опытом экономического развития городов спортивными и культурными делегациями. Соглашение о сотрудничестве мэра Олега Мамеев и Сергей Натсадин подписали сегодня. Делегация областного центра работает в островной столице. Как отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Натсадин, взаимодействие между городами выходит на новый уровень. У Благовещенска в силу его расположения непосредственно на российско-китайской границе сложились многолетние и перспективные дружественные связи с Китаем, также с Нижним Новгородом. Для островной столицы развитие межрегиональных и международных связей также является одним из приоритетных направлений работы. Безусловно, это очень интересный опыт с точки зрения нынешней геополитической ситуации. Мы понимаем, что Сахалин и Южно-Сахалинск, как форпост нашей страны на Дальнем Востоке, должен также взаимодействовать, безусловно, с Китайской Народной Республикой. И могут взаимодействовать. И, повторюсь, опыт Благовещенска очень интересен. Сотрудничество городов позволит также установить новые деловые связи, расширить географию взаимодействия с Нижним Новгородом и двумя китайскими городами. Кроме того, позитивно скажется на развитии туризма. Все мы развиваемся, у всех есть какие-то практики, какие-то наработки. И крайне важно ими делиться. Ими делиться, разрабатывать какие-то совместные решения из выхода из тех или иных ситуаций. Что конкретно касается Южно-Сахалинска, это город, который показывает за последние годы достаточно высокую динамику развития в различных отраслях. И, конечно, нам, как Благовещенску, было бы очень важно проработать многие вопросы взаимодействия в различных отраслях. И к другим темам. Родители учеников Алексеевской гимназии забыли правила дорожного движения. Ежедневно они создают аварийную ситуацию на проезжей части возле учебного учреждения. Видеоподтверждение возмущенные горожане прислали в нашу редакцию. На кадрах видно. Благовещенцы, которые привозят школьников на уроки, останавливаются прямо на правой полосе проезжей части. Парковка возле учреждения в это время занята другими авто. При этом стоящие на полосе рулевые создают затор на дороге. Из-за них поток транспорта по Горького останавливается. Как описала ситуацию горожанка, которая сняла видео, высадив детей, водители в наглую лезут на проезжую часть, провоцируя при этом аварийную ситуацию. Те, что паркуются сразу за светофором, становятся причиной пробки еще на двух улицах – Красноармейская и Шевченко. С последней попросту невозможно повернуть на Горького. Госавтоинспекторы, которые ежедневно мониторят ситуацию на дорогах, рассказали, водители нарушают правила парковки не только возле 4-й гимназии, практически возле всех образовательных учреждений города. Нарушителей регулярно ловят и наказывают. В случае, если транспортные средства установлены с нарушением правил дорожного движения, либо это будут созданы помехи для других транспортных средств, предусмотрена административная ответственность со ст. 12.19.4 в размере 2000 рублей, а также эвакуация транспортного средства. Правоохранители также призывают родителей, которым лень подождать свободного места или припарковаться чуть дальше от учебного учреждения и пройти несколько метров, в первую очередь думать о безопасности своего ребенка. Высаживать чадо на проезжей части значит подвергать его жизнь опасности. Стоит помнить, каждый родитель несет ответственность за своего несовершеннолетнего ребенка. Вынуждено высаживать пассажиров на проезжей части порой приходится водителям автобусов и зарулевых, которые занимают места на остановках. В 2022 число таких автохамов выросло на 23%. Во время рейдов госавтоинспекторы выясняют, городские автолюбители, оказывается, не знают элементарных правил. В сюжете Екатерины Борисовой подробности. Говорят, счастливые часов не наблюдают. Невоспитанные водители знаков. Один из них – рулевой почтового авто Вячеслав Кучик. Перед инспектором мужчина оправдывается. На улице дождь решил подвезти коллегу поближе, чтобы не промокло. Но никаких оправданий правила дорожного движения не терпят. Поэтому нарушитель заплатит тысячу рублей штрафа. Вопреки мнению нарушителя, останавливаться в зоне этого знака нельзя. Ни на пару минут, ни на более длительное время. Это оказалось сюрпризом и для другого горожанина Владимира Соловьева. У него своя правда. Рассказал, что авто резко забарахлило. Пришлось остановиться под знаком с включенной аварийкой. Инспекторы ГИБДД уточнили. Ситуация понятная. Но простить водителя не могут. Тем, кто сломался в пути, напоминают. Мигание поворотников недостаточно. Нужно незамедлительно выставить знак аварийной остановки. На расстоянии не менее 15 метров от машины. У водителей автобусов своя боль. Все-таки стоят знаки. На каждой остановке 15 метров не должны подъезжать к остановке. А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Иначе не будешь машину. Загораживает. Там знак стоит. Не положено. Движение, конечно, мешает очень сильно. Идет сужение дороги. Не смутили знаки и молодую девушку на иномарке. Она не просто остановилась под ним, бросила авто и ушла. В таких случаях инспекторы пробивают контакты нарушителя по госномеру. Или вызывают эвакуатор. За данное нарушение за 8 месяцев текущего года на территории города Благовещенска и Благовещенска района было привлечено 38 водителей транспортных средств. За аналогичный период 2021 года 34 водителя. В соответствии с пунктом 12.4 правил дорожного движения Российской Федерации остановка запрещена ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств. После рейда к этим нарушителям добавились еще 4 водителя. По сравнению с прошлогодним результатом статистика изменилась не в лучшую сторону. Несмотря на это инспекторы отмечают, в городе стало значительно больше парковок. Они разгрузили излюбленные места незаконных постояльцев. Один из ярких примеров – остановка напротив ОКЦ. Один из Благовещенских рулевых, видимо, настолько ленив, что решил не зайти в торговый центр, въехать на авто. Снимки нелепого ДТП в редакцию Порт-Амура прислал очевидец произошедшего. Иномарка практически заехала в отдел, сломав двери входной группы магазина. В Амурском МВД рассказали, рулевого привлекли к административной ответственности. У мужчины не оказалось водительского удостоверения. В ДТП пострадала только стеклянная витрина магазина. Половина работающих россиян ждут продвижения по карьерной лестнице. В этом году опрос провели специалисты одного из сервисов с вакансиями. В том, что ждут роста, признали 47% работающих жителей страны. При этом почти каждый пятый рассказал, что никогда не вставал на должность выше нынешней. Около 26% участников опроса получали повышение в должности или в зарплате меньше года назад. 23% тех, кто надеется вырасти в этом году, мечтают и о прибавке к зарплате. Четверть из всех опрошенных признали, что готовы пройти курсы повышения квалификации или уже сделали это ради должности повыше. Пока трудящиеся россияне ждут повышения на работе, юные благовещенцы прокачивают свои голосовые связки. Лайфхаками с вокалистами городской студии «Карамелька» поделились российские певцы Наталья Манулик и Борис Дьяков. Сергей Варавко расскажет, каким премудростям учили начинающих артистов и при чем здесь мышцы. Если мышцы накачивают, она же накачается и будет работать в правильном режиме. Правильно? Но если он делает упражнение, правильно. Как связаны мышцы и вокал, спросите вы. Напрямую. Тренировать голосовые связки можно точно так же, уверена российская певица Наталья Манулик. Кроме того, добавляет, артист должен передавать свою любовь к пению не только голосом, но и эмоциями. Лена Зайченко во время мастер-класса не только размяла заслуженной артисткой, но и унесла несколько полезных советов. Правильно дышать, не волнуваться, не зажимать мышцы. Дала очень хорошие советы, чтобы в горле не першило, не горло болело после вокала. И все. Муравушку, муравушку, ты поди, ты поди. Карамельки демонстрировали гостям все, чему научились до встречи с ними. Приезжие слушатели восхитились талантом благовещенских вокалистов, но без правок не обошлось. Держать дыхание и темп на одном уровне, не бросать ноту, об этом заслуженная артистка Наталья Манулик попросила юных вокалистов. Педагогам же посоветовала пропевать с ребенком каждую строчку отдельно, если в этом есть необходимость. Вообще, из-за отдаленности от центральной части страны такие мастер-классы для нашего города редкость. Хотя в Благовещенске, по словам именитых певцов, есть звездочки. Потрясающие детки. Я нашла Лизу, которая вот прям подарила своим голосом мне хорошее настроение. Маленькие таланты, которые нужно растить, они обязательно еще дадут миру много прекрасных моментов. Они подарят миру много красивых песен, а это очень важно. Между нами снова лук приросла стена. Мастер-класс российские певцы Наталья Манулик и Борис Яков провели в рамках гранта президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, артисты поучаствовали в международной акции «Цветы на воде» 3 сентября. Тогда музыканты Благовещенской эхэхэ встретились посреди амура на теплоходах и исполнили композиции военных лет. Сергей Варавка, Виталий Антонюк. Программа «Город». Педагоги 7-й детско-юношеской спортшколы приглашают Благовещенских детей заняться гимнастикой. Спортивной или художественной? На выбор. На первую берут только мальчиков, на вторую – девочек. Есть тренировки и по лыжным гонкам. С какого возраста зачисляют ребят в группы и сколько это будет стоить родителям – расскажем в сюжете. Гимнастами не рождаются, становятся элементы, которыми будут покорять жюри различных состязаний. Спортсмены часами отрабатываются страховкой. Под непрерывным контролем тренера Ивана Этенко родители привели в этот спорт в четыре. К 11 годам в копилке школьника медали разного достоинства. Юный Благовещенец делится. Чтобы их завоевать, тренируется ежедневно по 2-3 часа. Два снаряда по выбору. Ну не по выбору, а по олимпийской системе. Например, конь-кольца. Потом завтра уже прыжок-конь. Самое сложное – это конь, потому что там круги на ручках, скрещения всякие. На спортивную гимнастику в седьмую спортшколу набирают только мальчиков с пяти лет. На первом оздоровительном этапе в группы зачисляют всех желающих. Позже проводят отбор. Мы смотрим на детей, как они, на их силовую подготовку, на гибкость, также психологические данные. Он может быть готов к гимнастике физически, но он может быть трусом. На родителей смотрим также, какие они – большие, маленькие, высокие, худые и так далее. Так как гимнастику нам нужны дети, которые будут низкорослыми, поэтому мы уже смотрим заранее. В прошлом году в ДСШ номер 7 занимались больше 700 спортсменов. Набор ведут по трем отделениям – спортивная и художественная гимнастика, лыжные гонки. Для ребят, начиная с первого класса и старше, занятия в школе проходят на бюджетной основе. Есть оздоровительная программа и по навигатору. У нас есть такая программа «Активная гибкость», где мы берем не только своих детей, школьных, всех детей, у кого есть на сертификате деньги. Мы и таких детей. Это двухразовое занятие по часу, где также там дети у нас с 7 до 17 лет мы берем. Узнать подробную информацию о расписании, тренерах и необходимых для поступления документах можно по номеру на экране или на Мухина 7 в рабочее время. Кристина Слепцова, Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк. Программа «Город». Жители Приамурья зовут проводить сезон лотосов. Праздник пройдет в Липовке Тамбовского района 10 и 11 сентября. В программе концерт, игры, угощения и сельскохозяйственная ярмарка. При желании гости смогут купить сувенир на память. Подробности в аккаунтах Туристко-информационного центра области. Эта информация завершает выпуск «Больше новостей» на tv-город.рф. Не забывайте заглядывать туда и звонить в редакцию по номеру 524202. Всего хорошего. Встретимся в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!